Все хорошо, хорошо подготовился. Только что, два недели назад, у меня последний бой был. Там очень хороший бой показал. Я с ним готовился. Подготовка у меня прошла в московском клубе «Ахмат». Меня готовили мои близкие ребята, вся команда, все ребята в команде работали практически только со мной. Готовили, ставили мне руки, ставили мне борьбу. Зайбек Башаев, он очень хороший боец, опытный. Ну, не знаю, я думаю, ее партеря буду брать. Да, конечно, я посмотрел все практически его бои. Он показывает такой высокий темп, парень выносливый. В партере он практически все свои бои выигрывал. В партере либо он сам переводил, либо когда переводили его, и в пассивной стойке, то есть снизу он практически всех в этой позиции выигрывал. Я на этом турнире пока не ожидал. Как вы все знаете, у меня 25 марта в Гран-при 7, там титульный бой. То есть мне вот сюда написано «Бой». Спасибо, Ахмат. Я бы хотел поблагодарить руководство клуба «Ахмат» за оказанную честь, доверие, открыть действительно первый выездной турнир истории в семейного клуба «Ахмат». И я сделаю все для того, чтобы оправдать возложенное на меня доверие. Я хочу передать, пусть выиграет сильнейший. Нурлану я бы хотел сказать, чтобы он не ожидал легкого боя, что ему придется выложиться на все 101% для того, чтобы провести трехраундовый бой. Итак, добро пожаловать в тень и угол боец из Кыргызстана. Приветствуйте Дурслан Дактава Киев! Ну и вот, уважаемые друзья, есть у нас первый боец, который выйдет в Ортагон с минуты на минуту. Нурлан Дактава Киев, представляющий Кыргызстан. Проспект из Азии, 7 побед, 1 поражение в его активе, 6 побед досрочные. 22 года этому спортсмену, молодой совсем, 1,89 м его рост. Фаза Нурлана – рукопашный бой. Единственное поражение в своей карьере Дактава Киев потерпел как раз-таки представителя клуба «Ахмат» Лом Али Медиева. Это было в октябре прошлого года. Нурлан является мастером спорта по рукопашному бою и кандидатом мастера спорта по боксу Ушу Санда. Победитель юношеской спартакеады Кыргызстана по боксу. Обладатель в Эфропайт 11, то есть чемпионского пояса. Вот такой вот проспект из Кыргызстана, уважаемые друзья, выйдет первый в октябре. Да, ну и как я понимаю, Саламбек, Нурлан Дактава Киев с показателями победителя юношеской спартакеады Кыргызстана по боксу. В свое время, я уверен, точно подобным достижением он представлял интерес для Кыргызстанской олимпийской сборной в потенциале. Ну и я думаю, что был интересным проспектом. Вот почему не сложилась дальше в олимпийском виде карьера, это, я думаю, только может Нурлан сам рассказать уже подробно. А так нам уж точно гадать здесь не стоит. Но вот такие его показатели, регалии и достижения, они говорят о определенном уровне в олимпийском виде спорта в боксе, что этот парень представляет. И, друзья, представлю вам второго бойца, выходящего в октагон Всемирного бойцовского чемпионата. Ахмад, это Заурбек Башаев. Ему 30 лет, 180 сантиметров его рост. Две победы, одно поражение и один ничейный результат. Мы помним, кто следил, по крайней мере, за смешными наборствами в нашей стране. Этот ничейный результат был заполучен. В марте месяца прошлого года на этой же арене в торце спорта Крылатская, Динамо, только в другой промоутерской компании, в ACB. И после чего Зурбек завершал поединки в первом раунде, но и до того результата и после. Чемпион России, он и чемпион мира, а также Европы по ангаракеону. Училик Ахмеда Мусаева, представитель московского филиала бойцовского клуба «Ахмат». Ну и, конечно, необходимо сказать, что Зурбек является базовым вольником, который практически сразу же совмещал выступления по вольной борьбе. Также и в греко-римской классической борьбе. Два вида олимпийских борьб. Это тоже очень любопытная информация. Два вида олимпийских борьбе. А вот его замерник – Красного Дуга. Бойцу 30 лет. Рост 187 сантиметров, вес 93 килограмма ровно. С профессиональным рекордом в четыре боя. Две победы, одно поражение при одной нищей. Его стиль – панкразион. Представляющий в войсовских клубах «Ахмат», «Россия», «Саурбе», «Пошаге». В рейдере боя – Виктор Корниев. Бойцы, на сайте. Бойцы, слушаем внимательно. Работаем три раунда по пять минут. Еще раз напоминаю, головой бить нельзя, по затылку, позвоночнику бить нельзя. Локти можно бить в голову, в корпус, кроме вертикальных ударов ладьями. В партере коленом и ногой работаем только по корпусу, по ногам. Шорты, сердцевые, перчатки не хватает. Слушай меня на протяжении всего года. Пожалуй, две. Серьезные инструкции дал Виктор Корнеев. Прям ворвался, можно сказать, в сам турнир. Причем так, с места в карьер для рефери. И я думаю, что после такого серьезного, глубокого инструктажа все поняли ключевые правила и что их необходимо соблюдать. Ворвался так же, как и бойцы пытаются сейчас сделать это. Рвутся в бой. Сразу же джеба начинает Заурбек Башаев. Максим, нужно внести некую ясность. Вот такой обмен на средней дистанции. Серьезно, справа, после левой руки Заурбек нацелен, может быть, даже завершить этот поединок досрочно. Заряжен он, конечно, прям это бросается, наверное, в глаза всем, наблюдающим этот поединок. Смотрите, очень спокойно. Сам ошибается, кстати, боец Нурлан так-то по Киеву. И оказывается, в партере наносили. Это была инициатива, Максим, как раз таки со стороны Нурлана. Жесткое добьем. Потому что он является высококлассным грэпплером. И шесть из своих семи победных поединков завершил именно в этой стихии. Поэтому он сам пытался затянуть Заурбека. Заурбек понимает это, не идет туда. Сейчас работа по корпусу. Нужно внести ясность, что этот ничейный результат как раз таки с Ильей Щегловым в итоге был признан этот бой несостоявшимся. И в итоге, да, это две победы, ноль поражений, ноль ничьих и один несостоявшийся поединок. Именно так нужно оценивать этот бой. Да, еще более так вот корректно. Потому что через какое-то время, по-моему, через несколько дней, да, приняли тогда решение, что все-таки бой, решение того поединка отменить. Да, и вот сейчас именно попытка оказывать давление на ребра своего соперника. Это известный прием в грэпплинге. Вот пытается до конца провести этот прием Нурлан Тахтабакиев. При этом Заурбек терпит на короткой дистанции постукивать своего соперника. В такой ситуации, конечно, нужно бы Заурбеку немного сместиться в стороны. Ну вот сейчас уже эта попытка оказалась неудачной для Нурлана. Знаете, я думаю, что Нурлан вот показатели какие-то определенные имел в рукопашном бое. Он мастер спорта этого вида. Я думаю, конечно, все положительное для себя в карьере в этом виде единоборства осуществлял за счет бокса. И вот вы знаете, очень легко и спокойно его контролирует и в Патере Заурбек. И при этом очень спокойно его туда и завел. Сейчас опять бой в стойку, возвращается. Знаете, что придумывает сейчас здесь Нурлан Тахтабакиев. Да, призывает к партеру, в партер Нурлана своего оппонента. Да, у Нурлана есть два оружия, Максим. Это, конечно, его базовый бокс, который никуда не делся, мастерство осталось. Если не проходит бокс, то есть партер, где он завершил, где он одержал 6 из 7 своих побег. То есть именно в партере. И, конечно же, боксировать Заурбеком у него, как мы видим, не получилось. Соответственно, партер он выбрал. Если честно, он это и не тянет именно ударную технику в стойке Заурбеком. И сейчас пытается к себе затянуть и попытаться осуществить треугольничек. И осуществить прием в потенциале. Но в стойке, конечно же, у него, по-моему, серьезная проблема. Он на базовому вольнику Игоря Кыримцов проигрывает явно. Да, сейчас попытался с партера сразу пройти ноги. Нурлан не получилось у него. Защитился Заурбек. Понимает Заурбек, что не стоит ему ввязаться с соперником, идти в партер. И давать тем самым шансы Токтапакееву именно. Да, здесь ошибается раз за разом Нурлан Токтапакеев. Работая снизу и находясь как раз на конвасе. Очень жесткий удар у Заурбека. Кто стоял в парах с этим великолепным спортсменом, с очень серьезным настроем. Они все мне рассказывали о том, что этот боец бьет очень жестко с двух рук. Да, тяжелая рука у Заурбека. Не раз он доказывал, как раз-таки две свои победы он одержал нокаутами в первых раундах. Вот сейчас та же картина боя. Пытается Нурлан придумать что-то в партере. Заурбек всячески избегал этого аспекта. Вот сейчас решил немного... Вот, пожалуйста. Пожалуйста, попытка свипа со стороны Нурлана. И вот сейчас будет закидывать треугольник. Свип не получился и все так тоже... Пока, знаете, есть термин сыровато. Вот сыроватые знания как раз в партере Нурлана Токтапакеева. Понятно, что он понял, что он не конкурентен в стойке. И что он как раз пропускает очень жестокие удары. О, смотрите, сейчас опять. Вроде бы настигается одним из ударов заурбек Башаев Нурлана. Ну и по психологии этого поединка, конечно, знаете, Асланбек, признаюсь, не особо так, ну, может быть, позитивно можно реагировать. Это я мягко еще выражаюсь, очень дипломатично. Мягко выражаясь, очень непозитивно можно реагировать на введение поединка Нурланом Токтапакиевым. Но вот особенно в этом весе вот так вот, знаете, он сложился и, по сути, сам себя завел в эту ситуацию. В течение всего раунда в большей степени, как я понимаю, где-то около четырех минут он пролежал на конвасе. Конечно, для зрителей такая манера ведения боя, она неинтересна. В данном случае трудно именно назвать этот поединок увлекательным. Но это тактика, которую выбрал Нурлан и пока, которая, к сожалению, для него не работает. Дело в том, что заурбек Башаев готовился к этому бою. Он изучал соперника и понимал, что если Нурлан не сможет противостоять ему стойке, то будет обязательно приглашать партер. Конечно, к партеру был готов, тем более у заурбека есть именитые одноклубники. Коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу Имран Матаев, который наверняка помог ему в подготовке. И именно, по крайней мере, защиту от болевых удушающих смог ему наработать и помочь в этом аспекте. Второй раунд! Бой! Да-а-а-а! Ну, посмотрите, как опять раунд, естественно, начинается с огнем. Сам заурбек проваливается. Это на тему того, что не вышкален боец в технике ударной. И заурбек сейчас просто нырнул с ударом справа и оказался... Но все равно воспользовался даже вот этим своим промахом достаточно эффективно по итогу. Ну и вот, да, пожалуйста, попытка удушающего со стороны Нурлана. Но, конечно, с этой позиции трудно будет ему оказывать какое-то давление. Да, и с легкостью выбирается из этой ситуации заурбек Башаев. Сейчас заурбеку нужно отрываться от соперника и проводить добивание. Да, очень осторожен заурбек Башаев в данном случае. Понимает он, что одна ошибка может привести к пропущенной попытке сабмишна. О, какое добивание следует со стороны заурбека. Смотрите, отблизенное добивание. Да, я думаю, что он одержит победу в этом поединке досрочно. Очень жесткий удар. И пора вы подумать о том, чтобы остановиться в бой. И есть первый победитель у нас. Бой остановлен. И, как я понимаю, Виктор Горнеев сделал это верно. И, кстати, что делает заурбек Башаев? Парень, который, кстати, сломик, мы с вами маленький момент не сказали по поводу этого бойца. А он тут дрался и в супертяжелой весовой категории. Плюс 93 килограмма. Да, и в этой категории он начинал свою карьеру. Первые два поединка вроде провел там. И потом просто со тренерским штабом и специалистами, которые были близки к Ахмеду Мусаеву, просуждали командно и приняли решение все-таки ему поменять весовую категорию и уйти в более низкий вес. Но будем откровенны, конечно, Максима. Трудно было на что-то рассчитывать в данной ситуации. Нурлану с такой тактикой ведения боя. Тогда, мои господа, время остановки боя. Здесь... Вот и 16 секунд второго раунда. Техническим нокаутом добивания победа одержал Саурбек Башаев! Да, здесь действительно что-то такое по-настоящему глубинное добавить к вашим словам Саурбеку, я думаю, что невозможно. Просто помимо мастерства Саурбека, он выше по знаниям Нурлана, но еще при этом, конечно, дух, характер он сломал. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотел бы поблагодарить Учинской Республики и Росковской Сибири, Александр Маркович Материев, Советский Материев, развитие спорта России. В данный момент я хочу поблагодарить руководству Куба Афмаза Литерства. Пусть мы радуем вас поздравить. Пусть мы радуем вас поздравить.